Москва надеется, что Франция и Германия помогут возобновить работу банка в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с руководителем МИДа Абхазии Вячеславом Чирикбой. Лавров напомнил, в соответствии с минскими соглашениями, Киев должен восстановить социально-экономическую систему региона. В первую очередь это касается выплат пенсии и пособий на территориях подконтрольных силам ополчения. Наши неоднократные призывы к тому, чтобы обеспечить возобновление обращений гривны на этих территориях, пока никакого эффекта не возымели. Но напомню, что 12 февраля в Минске, в документах, которые были там подписаны, этой задаче уделено специальное внимание. И более того, в документах, подписанных в ходе той встречи, руководители Германии и Франции вызвались оказать техническое содействие украинскому руководству с тем, чтобы такие банковские услуги, их оказание возобновить. Мы очень рассчитываем, что те технические сложности, на которые ссылались украинские руководители, отменяя хождение гривны там и прекращая банковское обслуживание, эти технические сложности будут успешно и быстро преодолены при помощи Франции и Германии в соответствии с этим вот Минским документом. Как побыстрее преодолеть все технические сложности, Сергей Лавров как раз и обсуждал сегодня со своим немецким коллегой Франком Вальтером Штайнмайером. Главная тема – восстановление банковского обслуживания людей в Донецкой и Луганской областях. В разговоре министра отметили важность скорейшей нормализации экономического положения на востоке Украины в соответствии с декларацией лидеров Нормандской четверки.